Пожалуй, одно из долгожданных для многих пешеходов нововведения этой весны – признание самокатов транспортным средством. Теперь их владельцам придется соблюдать скоростной режим – не более 25 километров в час. А использовать для езды тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки можно при условии, если вес транспортного средства не превышает 35 килограммов. Правила распространяются также на гироскутеры, моноколеса, сегвеи и электроскейтборды. Нововведения ждут и других участников дорожного движения – водителей такси и общественного транспорта. Отмечается, что к этой работе не будут допускать людей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления. Новые обязанности ждут и владельцев сервисов с объявлениями. Если такой сайт посещают в день более 100 тысяч пользователей, то теперь по закону владелец обязан следить за содержанием в нем контента, пресекать размещение экстремистских материалов, публикации с нецензурной бранью, пропагандой порнографии, насилия и жестокости. А вот банкам и некредитным финансовым организациям теперь запрещается использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводах. Кроме того, через них нельзя будет делать банковские переводы. Перечень мессенджеров определяет Роскомнадзор. Положительные изменения внесли для братьев наших меньших. Правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных. Это позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках. Защищать будут не только животных от людей, но и людей от животных. Правительство и регионы получат новые полномочия и методические указания в сфере обращения с бродячими животными. По ним каждый регион должен делать как минимум три вещи. Мониторить число бездомышей, отлавливать их и помещать в приюты, а также заниматься профилактикой случаев, когда под угрозой оказывается жизнь и здоровье людей. Обновления пришли и в Барнаул. По федеральной программе в этом году отремонтируют три барнаульских образовательных учреждения. Третий лицей, 48-ю школу и кадетский корпус. На это направили более 220 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Работы начнут с сегодняшнего дня, а завершат до начала нового учебного года. Мария Мацаева, День с толком.